Друзья, всем привет! И у нас сегодня с вами будет интересный автомобиль с точки зрения денег, содержания, надежности, качества, возможностей, практичности. Вот смотрите, на данный момент на дворе конец октября 2019 года. Многие люди приходят в автосалон и уже видят, что все автомобили за последние 3-4 года в два раза выросли в цене. И многие начинают думать о том, что Kia Rio за 1 миллион их не устраивает, паркетники за 2 миллиона они смотрят, но на самом деле он маленький, он не имеет такого большого потенциала для бездорожья. Для некоторых людей это важно. Когда люди смотрят на автомобили подороже, которые премиальные, которые хочется иметь, на которых хочется покататься, которыми хочется владеть, они понимают, что это просто бешеные деньги, цены перешагивают за 5 миллионов рублей, соответственно, не каждый способен купить. Есть люди, которые мало ездят на автомобилях, они говорят, ну вот я хочу купить себе хорошую большую машину, чтобы можно было передвигаться с удовольствием, катать свою семью. Если вдруг надо выехать куда-то на бездорожье, она с этим справлялась. Да и вообще не все из нас живут, естественно, в Москве. Люди живут в регионах, где очень плохие дороги. И вот сегодня мы с вами поговорим про Lexus LX 570 2011 года выпуска. Это третье поколение. Автомобиль выпускался с 2008 года в России по 2011 год. В 2012 году был первый рестайлинг и в 2015 году был третий рестайлинг. Вот этот автомобиль был представлен всему миру в 2007 году в Нью-Йорке. Соответственно, мы можем говорить о том, что здесь у нас идут наработки года так 2005-2006, потому что за один месяц машины никто не делает. На момент покупки у нас автомобиль от первого владельца. Он купил его в 2011 году по цене примерно 4 миллиона 300 тысяч рублей. Здесь, можно сказать, было всего три комплектации, один мотор. Все очень просто. Соответственно, тогда эта машина стоила 4200-4300-4400. Ну, примерно вот такой диапазон. На сегодняшний момент вот текущее поколение, там, третий рестайлинг, самая последняя версия, стоит примерно 6-7 миллионов рублей. Присаживайтесь поудобнее. Давайте с вами вместе смотреть на этот автомобиль, разбирать его с точки зрения авторички, ставить ему плюсы, ставить ему минусы. В общем, давайте обсуждать. Ну, а начнем мы с вами в первую очередь с цены. Если сегодня запрыгнуть на различные сайты по продаже автомобилей, то автомобили от 2008 года начинаются по цене примерно от полтора миллиона рублей. Самый верх, пик рынка, вот именно на это поколение, это будет примерно 2 миллиона 800 тысяч рублей. За 2 миллиона 800 тысяч я нашел объявление, где человек продает автомобиль с пробегом 17 тысяч, который условно 10 лет простоял в гараже. Что уж было с владельцем, я не знаю. Но факт в том, что в среднем этот автомобиль вы можете купить за 2-2,5 миллиона, ну, в плюс-минус хорошем состоянии. Почему в плюс-минус хорошем состоянии? В силу того, что это Lexus-Toyota, даже многие из вас уже, наверное, по боку узнают, что это как бы тот же самый 200-й. Факт в том, что автомобили действительно надежные. Если вы запрыгнете читать отзывы людей, владельцев, то узнаете, что по большому счету никто ни на что не жалуется. То есть мелкие какие-то вещи, помпа, что-то может быть вот с подвеской здесь. Вот у человека это обошлось там тысячу рублей. В общем, ничего такого критичного нету. По коробке критичного ничего нету. По мотору критичного ничего нету. То есть в целом машина надежная. Ездит по 300-400 тысяч километров без проблем. Естественно, расходники, все это нужно делать. Техническое обслуживание официального дилера, это выше, чем 30 тысяч рублей. Факт в том, что за полтора миллиона вы не получите автомобиль, который будет идеальный. Смотрите, с одной стороны мы говорим о дикой надежности, с другой стороны за полтора миллиона ты купишь откровенные дрова. Почему? Одно дело, первый владелец покупает автомобиль, у него есть деньги его содержать, у него есть деньги платить бензин. До этого мы дойдем чуть позже. В общем, у него есть деньги. Другое дело, второй владелец покупает, третий владелец покупает. Ты приезжаешь покупать автомобиль на вторичке, он выходит в рваных кроссовках, рваных джинсах, и ты понимаешь, что если у него нет денег одеться самому, что он будет делать с машиной? Он будет на ней экономить. Соответственно, многие думают, что это танк, рамный, начинают на них гонять, в общем, откровенно убивать машину. А как и любая техника, она в первую очередь любит уход. Когда речь заходит об экономии, я иногда вам даю полезные советы, которые некоторые воспринимают в штыки. Так, например, смотрите, что я купил своей жене в подарок. Это iPhone XS Max на 64 гигабайта, который сегодня стоит в таких магазинах, как NVIDIA, Eldorado, MTS 90 тысяч рублей. Где я его купил? Конечно же, на e-каталоге. Заходим на e-каталог, пишем товар, который нас интересует, и что мы получаем? Мы получаем целую подборку по ценам, в каких магазинах, по какой цене он продается. Нажимаем сравнить цены, и что мы видим, друзья? Сразу вот они пошли. 58 тысяч, 61 тысяча, 63 тысячи 980 рублей. Именно здесь я купил этот телефон. В чем суть e-каталога? Ты заходишь, пишешь товар, который тебя интересует. Это может быть стиральная машинка, это может быть телефон, это может быть компьютер. Пишешь, все. Ты получаешь целую подборку по ценам. Плюс ко всему здесь интерфейс реально очень доработан с точки зрения полезных фишек. Ты можешь создать свой список желаний, где ты сможешь собрать, допустим, ты решил снимать ролики для YouTube, камера, микрофон, все собираешь в корзину, он тебе пишет общую цену, где, в каком магазине тебе это будет выгоднее купить. Таким образом, через e-каталог ты можешь экономить свои деньги. Поэтому всем вам рекомендую e-каталог, ссылочка на него остается в описании. И вот здесь нас встречает один, но самый главный, самый важный минус этого автомобиля именно для владельцев и потенциальных покупателей вторички. А это мотор. Здесь у нас стоит V-образная вось... Подожди. Здесь у нас стоит... Пишем, пишем. Здесь у нас стоит V-образная восьмерка, мощностью 367 сил, крутящий момент здесь 520, при весе автомобиля 2 тонны 700 килограмм, этот силовой агрегатор разгоняет наш автомобиль до первой сотни за 7,5 секунд. Ты едешь, смотри, горочка. Ну дай ты газку-то маленько, а? Машина очень хорошо срывается с места, действительно, и звук вот V8-го мотора, это прям вух. Здесь стоит шестиступенчатая автоматическая коробка передачи. Изначально я даже подумал, ну наверняка спустя 10 лет владения будут те, кто жалуются на коробку, на самом деле нет. Есть там некоторые отзывы и серии, что в зимой, в сильный мороз есть проблемы с соленоидами. Но такого, чтобы коробка не выдерживала, крутящий момент ломалась, нет. Но в тот же момент важно понимать, что это не гонка. Этот автомобиль с его мощностью сделан для того, чтобы ты мог всей семьей сесть, загрузиться, уверенно выйти на обгон, чтобы ты, если выехал куда-то на бездорожье, у тебя был запас мощности под капотом, чтобы, в общем, этот силовой агрегат мог тащить на себе вот эту вот тушу здоровую. Гоняться на нем не нужно. Многие покупают автомобили, подчеркиваю, вторые, третьи владельцы, потом начинают заловаться на то, что вот при перестроении, в затяжные повороты некомфортно заходить. Друзья, это не седан. То есть, ну есть дураки, которые пишут отзывы, потом кого-то они могут сбить с толку. Когда вы передвигаетесь по городу, видите подобного рода автомобили, если тачка едет вальяжно, значит, за ней сидит настоящий владелец, кому этот автомобиль принадлежит. Если вы видите то, что машина влево-вправо, музыка орет, это машина либо второго, третьего владельца, либо же и вовсе человек там оказался за рулем случайно. Может быть, какой-нибудь водитель, охранник и так далее. На этой машине нет абсолютно никакого желания гонять. Да, на ней хочется дать газку по прямой, потому что мотор здесь мощный, срывается она очень хорошо. Но в целом, эта машина вот, ты сел, отличная обзорность, то есть зеркала просто огромные, сама по себе машина большая, салонное зеркало большое, пространство по салону, в общем, здесь одно слово большое. Ты садишься, едешь, получаешь удовольствие, но я уже предвижу ваши комментарии, вы скажете, Димон, да это динозавр старый, ты посмотри на мультимедиу, ты посмотри на кнопки, это не то, это не так, внешний вид унылый, зачем такая машина нужна, друзья, обязательно высказывайте ваше мнение в комментарии, пишите альтернативные варианты, среди которых наверняка будет какой-нибудь Tiguan, Mazda CX-5, ну в общем, то, что мы с вами в принципе любим, и то, что сегодня продается в бюджете 2-2,5 миллиона рублей. Заявленный расход производителем в смешанном цикле 14,5 литров. У нашего владельца, который относительно мало ездит, то есть у него за все это время пробег на автомобиль примерно 86 тысяч километров, это честный пробег. Расход примерно 17 литров, если верить компьютерам. Если мы зайдем почитать отзывы других владельцев, то там зачастую цифры встречаются в разбеге от 20 до 30 литров за 100 километров. Если взять в среднем, что бензин стоит 48 рублей, то есть проехать 100 километров по Москве на таком автомобиле, это примерно 1300-1500 рублей. Естественно, многих из нас это сразу отбой, нафиг надо, не хочу. Плюс ко всему, 367 сил, это повышенный транспортный налог. Раз в год тебе придется отдавать за него ну примерно 60 тысяч рублей. То есть в месяц по пятерочке ты ездишь, катаешься, но по пятерочке из твоего кармана сразу будет вылетать. Все эти цифры сразу откидывают тех, у кого условно нет денег на содержание. Кому этот автомобиль подойдет? Ну в первую очередь тем, кто мало ездит. Вот живешь ты в небольшом, допустим, городке или в большом, но ты знаешь то, что до работы тебе 5-7 километров, у тебя есть семья, возможно, большая семья, либо ты сам любишь большие автомобили. Некоторые говорят, это машина для тех, у кого маленькая писька. Друзья, это машина для тех, кто любит большие машины. Вот и все. У кого есть большая семья, ты сел, загрузился, поехал с удовольствием, потому что места в салоне реально очень много, ты получаешь от этого удовольствие. С точки зрения передвижения по городу, въезжать во двор, многие говорят, а, неудобно, все это фигня, все удобно, все ездят, вон сколько таких машин по городу, очень много, никто не жалуется. Спереди камера, в правом зеркале у тебя камера, сзади камера, к габаритам привыкаешь, парктроники, то есть все вспомогательные системы, чтобы управлять автомобилем, здесь есть. И самое главное, если подходить к экономии топлива, то мы с вами сразу вспомним, что мы с вами вспомним ГБО, газобаллонное оборудование. Ведь если вы будете искать автомобиль на вторичке, наверняка вы встретите машину, где уже стоит хорошее итальянское оборудование. Когда я на свою Toyota Camry поставил газобаллонное оборудование, это было в сентябре-октябре прошлого года. Тогда газ стоил 1 литр 27 рублей. И я помню, как я тогда сказал, что цены на газ будут падать. Знаете, что было в комментариях? Я вам напомню, значительная часть людей написала мне, что я продал свою жопу, что мне написали текст, и я рассказываю так, чтобы люди как бы переходили на газ, ведь газ не будет падать. В нашей стране все будет только расти. Друзья, с большим удовольствием вам говорю о том, что сегодня газ стоит 20-21 рубль. Ну 22, это уже дорого. Соответственно, цены реально упали, а при этом бензин вырос на 2-3 рубля выше. По остальному, в подкапотном пространстве здесь говорить не о чем. Даже вы сами видите, то, что все закрыто пластиком, мы даже мотор-то толком увидеть не можем. И это сделано для того, чтобы ты сюда не лазил, потому что сюда лазить не нужно. Но, в силу того, что года идут, в любом случае, любой автомобиль требует содержания. Замена всех жидкостей, антифриз, тормозная жидкость, шприцевание автомобиля, это естественно нужно делать. Есть специализированные сервисы, то есть ты купил автомобиль, к ним приехал, отдал денежку, пусть это будет условно 100 тысяч рублей. Тебе начистили машину, тебе ее полностью обслужили, тебе сделали химчистку, полировку. В общем, ты выезжаешь, у тебя машинка свеженькая, блестит, обслуженная, и ты только получаешь от нее удовольствие. По сути, мы с вами рассматриваем автомобиль 15-летний. Что мы с вами получим в 15-летнем автомобиле? Противотуманки у нас тут, естественно, галогеновый, есть омыватели фар, здесь у нас идет оптика ксеноновая, то есть биксенон, уже в более поздних версиях появились диоды. Опять же, вы можете заметить, сказать, что это у него с капотом. Капот затянут в пленку еще с самого момента покупки. То есть, вот так вот спустя, получается, 8-9 лет выглядит пленка. На самом деле, никому не рекомендую ее делать, лучше обрабатывайте кузов керамикой. Факт в том, что вот, пожалуйста, здоровая массивная морда, конечно, она уже смотрится унылой, особенно вспоминая о том, что есть текущий Lexus, где реально там, пушка, бомба, огромная машина, агрессивная. Но факт в том, что для некоторых вот этот внешний вид, он не нужен. Нужны надежность, нужна просторность салона, нужны возможности. Здесь стоит подвеска, независимая, спереди, сзади. Спереди идет она на двойных, поперечных рычагах. И есть еще по автомобилю гидравлика, который отвечает за высоту автомобиля. То есть, есть различные режимы, выехал ты на бездорожье, автомобиль поднял, выехал ты на трассу, автомобиль можно немножко опустить. У нас есть целый блок управления полным приводом, понижающими передачами. Обычно в автомобилях, в паркетниках, сегодня, если ты купишь новый, какой-нибудь CX5, в лучшем случае, будет отключение курсовой устойчивости. В некоторых автомобилях ты сможешь включить межосевую блокировку. Здесь ты можешь выбрать понижающую передачу. Вот этот режим спид, скорость. Когда ты выезжаешь на бездорожье, в определенных режимах ты можешь выставить, машина сама будет ехать примерно 3, 5, 7 километров. То есть, чтобы она плавно, потихоньку, потихоньку грибла колесами, автомобиль ехал, 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 не закапывался. Естественно, управление высотой автомобиля, выше, ниже. Есть у нас режимы выбора, спортивный, комфортный режим. То есть, все это присутствует. Коробка, в принципе, для этого надежная. Это шестиступенчатая автоматическая коробка. Но при этом, смотрите, с одной стороны, ты вроде садишься, вроде круто. Но как обычно это бывает просто выглядит, знаешь, как-то, ну, думаешь, недоработка. Но бог с ним, это мы обсуждать не будем. Самое главное, это функционал. Здесь у нас также отключение курсовой устойчивости. У нас есть блокировка межосевого дифференциала. У нас есть различные контроли вспомогательные. То есть, здесь уже есть возможность, например, чтобы автомобиль следил там за выбранной полосой. Я понимаю, что на сегодняшний день это уже да и чего. Но факт в том, что ты покупаешь тачку, на которой люди еще 10-15 лет назад уже ездили, получали все те блага, на японцах, на более доступных версиях. У нас колеса 18-ые идут здесь, идут тормоза. Тормоза сами по себе вялые, естественно. То есть, все об этом уже знаете. То есть, их по-хорошему нужно менять. Чтобы поставить хорошие спортивные тормоза, это плюс 1150-200, ну, а то и 300 тысяч рублей тормоза бывают разные. Выбирайте сами. По сути, владелец наш их не менял, просто чаще меняет тормозные колодки. Они вялые. То есть, мы уже проехались на автомобиль, нажимаешь, то есть, к нему нужно привыкнуть. Как вы знаете, на сегодняшний день что угодно можно заменить. Можно головное устройство поставить совсем другое, которое будет лучшего качества. То есть, вот смотрите, сейчас у нас показывают изображение справа зеркала, сзади, спереди. Факт в том, что к этому всему можно привыкнуть. Сейчас ты можешь посмотреть, сказать, типа, а, все мутное, непонятное. Но, когда ты владеешь автомобилем, привыкаешь к нему, вот владельцы спрашивают, тебе комфортно? Мне все комфортно, все понятно, никаких вопросов к автомобилю нету. Что я чувствую? Ну, в первую очередь, естественно, сразу в глаза бросаются это тормоза. Потому что, когда ты притормаживаешь, машина прям такая вяленькая. То есть, тормозов реально не хватает. Но, опять же, вы не забывайте о том, что вес автомобиля 2700 килограмм. Проезжать различного рода неровности здесь комфортно. Во-первых, изначально автомобиль равный, во-вторых, гидравлика, вот реально помогает. То есть, она подстраивается для того, чтобы ты, когда ехал по проселочной дороге, чтобы ты ехал с большим комфортом. Это действительно так. Люди все, кто владеют, кайфуют, получают от этого, как они говорят, удовольствие. Сам по себе автомобиль, ну, конечно же, это просто шайба огромная. То есть, ты открываешь дверь, пороги, ты можешь присесть. Знаете, на момент выхода, конечно, это было круто. На сегодняшний день ты смотришь, ты чувствуешь, как со временем все меняется, как это все устаревает. Вот тот же самый пластик, там, да, вот это под дерево, под красное. На сегодняшний день десятилетие. А когда это только появлялось, это действительно было круто. Присаживаться в автомобиль, да, ну, говорить о том, что это неудобно, это просто, ну, бред какой-то. Ты сел в машину, все под себя настроил, в тачке есть реально все. Есть подогрев руля, есть подогрев зоны щеток, то есть, не полностью лобового стекла, подчеркиваю, просто автомобиль 2005 года условно производства. Сзади места еще больше, чем спереди. Ну, смотрите, в чем кайф салона, то, что он светлый. Ты присаживаешься, действительно, ты понимаешь, что дорогая машина, ты сел с удовольствием, у тебя стоит чай. Здесь у нас свет огромный холодильник, четырехзонная климат-контроль. Сзади у нас есть в багажнике еще третий ряд сидений, то есть, сам по себе автомобиль получается восьмиместный. Можно усадить всю свою семью и отправиться далеко-далеко в путешествие по городу. Пульт у нас для чего? Здесь у нас есть телевизор, здесь у нас есть возможность подключить все различные наушники. В общем, вы понимаете, да, что машина не пустая абсолютно. Здесь есть вот реально очень много функций. Фак в том, что вот такие машины отлично покупать на 10 лет. Купил все, не заморачиваешься. Вопрос с машиной закрыт. Бак у автомобиля 92 литра, что очень хорошо, в силу того, что автомобиль очень хорошо кушает. Друзья, вот смотрите, наш владелец что сделал? На 80 тысячах прошел ТО. Он поменял масло в моторе, поменял масло в коробке, все фильтра, все, что нужно было сделать. Вот изначально дилер за это назвал 47 тысяч рублей. Он сорговался там через своего товарища, ему сделали это подешевле. Ориентир 25 тысяч рублей для вас. Но это было у официального дилера сделано. Понятное дело, что на стороне можно сделать по плюс-минус такой же цене. Факт в том, что это вам не Porsche Cayenne какой-нибудь турбовый, не какой-нибудь BMW, у которого могут быть проблемы с турбиной, с коробкой, с чем только не может быть. Кстати, вот многие рассказывают, 530 BMW дизельная, ресурс хороший. Вот у нас есть товарищ на канале, который купил себе по комментариям 530 BMW с пробегом 140 тысяч. Мотор пришел в неисправность. Багажник у нас просто-напросто огромный. Открывается сначала одна часть, можно открыть вторую часть. Соответственно, что у нас получается? Сиденья третьего ряда специально убрали для того, чтобы просто был огромный багажник. Все круто, можно сесть. Ну, этот автомобиль сделан условно, я бы больше сказал, для путешествий. То есть, полноценный, внедорожный, когда у тебя есть свой загородный дом, либо когда ты живешь в городе, любишь куда-то попередвигаться. Но в любом случае, по Москве таких машин ездит очень много. Сами вы об этом прекрасно знаете. Что отмечает сам владелец? У них в семье есть еще другой автомобиль, седанчик небольшой. И он говорит, я езжу одинаково на двух автомобилях, что на одном, что на втором. Но когда я еду на маленькой машине, постоянно кто-то подлазит, кто-то сигналит. Едешь на этой машине точно так же. Не хамит, едет аккуратно. Человек взрослый. Никто тебе не сигналит, никто тебя не подрезает. То есть в нашей стране это есть. Знаешь, когда едет здоровая машина, если ее еще затонировать, если бы это был бы новый Lexus, который, знаешь, такой более брутальный, ну и вовсе бы ты ехал с большим комфортом, никто бы к тебе, скажем так, не приставал. Вот в потоке встроится, смотрите. Достойно. Динамика очень хорошая. Машина, знаешь, просто такой здоровый шкаф на колесах, который может подтягаться с довольно-таки легкими седанами. Так, например, Camry 3.5 V6 можно оставить далеко сзади, даже вот так же в городе, потому что здесь динамика куда бодрее. Ну и все остальные автомобили, там с моторами два с половиной литра, какая-нибудь Mazda 6, здесь, ну дурь. Но при этом на какой-нибудь Mazda 6 или там Mazda CX-5 расход будет 10-12 литров, здесь расход при активной езде будет свыше 20 литров. Какой точно? Ну, друзья, все мы по-разному ездим, и уж если топить, носиться, можно, я думаю, 30-ку здесь делать запросто. Вот ты глянь, как я сижу. Все, вот у меня подлокотник здоровый. Сидение действительно очень удобное с подголовником. Все, я сел, вот, настроился. Я бы на этой машине с удовольствием бы отправился в кого-нибудь в Карелию. На этой машине с удовольствием вот передвигаться с большой семьей, с большой компанией. Одному, конечно же, здесь, мне кажется, будет скучно. Ты сидишь, да, места много, здесь хорошая музыка, то есть у нас комплектация жирная. Но вот здесь реально круто ехать, когда вас много, то есть 2-3-4 человека едешь, общаешься и едешь куда-то далеко. Будет классно. Слушайте, ну, тачка срывается очень хорошо. То есть есть, конечно, это первая секунда такая небольшая задержка, она начинает набирать обороты, то есть поднимаются и поскакали. В этом плане, конечно, если ты там где-то по городу едешь, либо же ты вышел на трассу на небольшие расстания, на обгон, выйти без проблем. Машину, ну, действительно, она тянет. Но опять же, не забывайте о том, какой-то будет здесь расход. От себя могу сказать одно. Вот покатавшись на автомобиле по городу, привыкаешь к нему очень быстро, машина действительно очень комфортная. Несмотря на то, что кто-то скажет там старый интерьер, факт в том, что с точки зрения вообще своих ходовых качеств, вот именно как машина, мотор работает очень хорошо, тяга отличная, коробка переключается очень плавно, вот мы едем, никаких дерганий, ничего нету. При этом ты сидишь, чувствуешь себя комфортно. Вот мы через дворы тут маленько проезжаем, затяжные повороты заходим. Я не напрягаюсь, в силу того, что я еду как человек адекватно. Говорить о том, что она не комфортная для города, но я с этим полностью не согласен. В любом случае, ваше мнение я жду в комментариях. Одно можно сказать по минусам, то что расход большой и транспортный налог, то есть на вторичке автомобиль будет не востребован. Да и опять же, в силу того, что Lexus, Toyota очень плавно так теряют в цене, покупать автомобиль 8-9 летний за 2,5 миллиона, я думаю, далеко не каждый захочет. Покупать автомобиль 2008 года, то есть получается 11-летний за 2 миллиона рублей, я думаю, тоже не очень многих людей захочет. Но в любом случае, машины выставляют на продажу, покупают, продают. Друзья, призываю всех вас перейти в комментарии, высказать ваше мнение по автомобилю, какую оценку вы ему поставите. Я ему ставлю 4 с плюсом, потому что машина проверена по 300 тысяч км. Машины проехали, хлопот своим владельцам не доставляет. В этом их огромный плюс. Поэтому подписывайтесь на инстаграм-канал, подписывайтесь на сам канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии. До новых встреч, всем пока-пока.